1 мм на чертеже – это 1 мм в шахте. Горное производство – это тяжелая специальность. Стараюсь не отставать ни от кого. Я родилась в 79-м году в городе Садпаеве. Раньше это был город Никольский в семье шахтеров в Садпаеве. Я работала не в самом Садпаеве, в городе Жасказгане у нас есть головной проектный институт. Я там работала, начала работать с 2001 года там горным инженером третьей категории в горном отделе. Тоже проектирование подземных горных выработок. У меня и специальность так называется, которую я закончила в университете. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых. И по профилю я прямо работала. Я там работала с 2001 по 2006. Потом в 2006 я вышла на декрет. Переехали в город Караганду. А с 2008 года я начала работать также по профилю, потому что директор головного проектного института Салыкова Ракетна Зарина нам, не нам, вернее, открыла в это. В Караганде филиал отделения проектное. И меня туда пригласили на работу. Я начала там дальше продолжать свою трудовую деятельность. В Караганде мы, так как мы были отделением этого большого института, мы занимались только карагандинской площадкой. Проектировали для рудника Нурказган проекты. Потом рудника Быз. Пока на тот момент только начинались Кусмурун, Ахпостал. Это только было на стадии вскрытия. Но мы под чутким руководством все равно головного проектного института работали. Так как я работала, говорю, в головном проектном институте, там в основном работа идет по проектам. Ну, проект, разработка проектов. Здесь на производстве разработки проектов мало. Здесь только чисто локальные проекты. Поэтому здесь немного профиль, как говорится, поменяло, поэтому планировщиком стал. Здесь больше планирование. По главному проекту института мы здесь планируем. Здесь есть долгосрочное планирование, краткосрочное планирование. Долгосрочное – это на пятилетку, на годовые. А краткосрочное – это, соответственно, план графики, ежемесячный набор работ, коллективные. Все это происходит. Интересно. Ну, интересно – это работа с начальниками участка. Это как бы я одна, я не сижу одна там за компьютером, и, соответственно, начальники участка приходят, смотрят, где им работать, что им работать. Поэтому есть, как служба, есть маршейдерская, геологическая. Геологи нам предоставляют данные, контур рудного тела, блочную модель. Соответственно, мы потом в 3D это все, в 3D мы начинаем потом проектировать, ну, и планировать, где мы хотим, что мы хотим взять, где есть труда, где нету, стоит ли куда ходить. Соответственно, все, начальник участка это все, как говорится, смотрит вместе с нами. Мы задаем плановую цифру. В основном все равно они идут по заданному нами направлению. Вообще в студенчестве, конечно, мы, когда практику проходили, я спускалась на западном руднике, в городе, руднике, шахта есть 55-й, там спускалась на откаточный горизонт. Конечно, казалось, что ты в метро пришла, ну, вагонетки, рельсы, чтобы туда куда-то на проходку. Больше, в принципе, особо это спусков не было. Все посмотрели. Для меня было новшество. Это есть отрезные, а, винт восстающие, которые ты на проекте рисуешь, ну, знаешь этот каскад. А чтобы пройти по ним, это надо, ну, подняться, либо спуститься по лестнице, которая 90 градусов. Вот. Это было, конечно, это, как квест. Ну, вот это интересно было, потому что, ну, по горизонту идешь еще как-то, ну, по прямой этот выработку, в принципе, представление имеешь. А вот восстающие, это, конечно, было интересно. Из горизонта в горизонт и попадаешь. Ну, то ли подняться на один этаж в доме, а здесь, получается, это сразу на целый горизонт, 30 метров с одной лестницы на другую. Ну, интересно. Ощущение вообще, когда я пришла после университета работать в проектный институт, там сразу говорила, это сейчас она директор Салыкова, а раньше она была начальником у меня горного отдела, она говорила, один миллиметр на чертеже, это один метр в шахте. Вот думайте, чтобы, как бы, это чтобы было безопасно, всегда задумывайтесь на это, то, что на бумаге и в реале это разные вещи. Вот это, ну, как бы, я прочувствовала, спустившись в шахту. Корпорация нам дала возможность обучиться программе «Макромай». для этого она организовала обучение в головном проектном институте. Приезжали представители, обучили, чтобы наша дальнейшая работа была легче, продуктивнее. Проектирование в 3D тем самым намного облегчает процесс, как говорится, в шахте, потому что мы все видим, можно сказать, ну, и единственное, только в мелком масштабе. А самый такой запоминающийся проект, это для меня был, это «Тоскудук северный», потому что это я от и до делала, как бы, сама, только под руководством Сергея Куаншпаевича. Там была вначале, как говорится, проходка, потом повторная отработка месторождения, также целяки мы там вынимали. У меня четверо детей, разница в возрасте у них 5-6 лет. Старшая дочь Даяна, студентка Каргу филологического факультета, специальность журналистика. Сын в 9-м классе учится, Айбар, учится хорошо, занимается пауэрлифтингом. Потом второй сын, его зовут Айбат, он учится в 4-м классе, учится тоже хорошо. И младшая дочка в детский сад ходит, Дарья зовут, 4 года ей. Семья у нас дружная. Дети мне во всем помогают, так как я в 6 утра уезжаю, ближе к семье приезжаю, дети мне во всем помогают. Супруг у меня занимается частным предпринимательством. Он очень открытый, добрый человек, помогает мне с детьми, пацанов правильно воспитывает. С пацанами он строг, с девчонками он, конечно, добр, как любой папа. Я могу во всем на него положиться, и где кушать, приготовить, и за детьми. У кого свободное время появляется, кто раньше приходит, он никогда не отказывается, он не лежит на диване, во всем мне помогает. Ну, дети, это, как говорится, смысл, ну, можно сказать, моей жизни, ну, нашей жизни сможем. Ради них и работаем. Ну, если... Девчонкам, конечно, я своим не посоветую. А если пацаны захотят работать на производстве, ну, я не буду против, так как мы живем, ну, в столице, как говорится, шахтерской столицы. Поэтому, если они захотят, ну, поддержу. Ну, настаивать не буду. Или направлять, будь этим, будь этим, я не буду. К чему придут? Сами. Сейчас, ну, как говорится, новый век, и это все, как... Это раньше мы были маленькими, нам без направления мы никуда. А сейчас они уже соцсети все знают, все могут, все видят. Поэтому... Направлять никого не буду. Планировщикам... Вроде быть легко, ну, но тоже все равно, горное производство, это тяжелый, как бы, тяжелая специальность все равно. Все предусмотреть, и все, как бы, в совокупности, вот это все, как... это тяжело. Мужчинам, мне кажется, это намного легче было, давалось бы. Женщинам все равно тяжело, Вастенька. Ну, справляюсь. Стараюсь. Я стараюсь. Стараюсь не отставать ни от кого. Сказать, что профессионал... Ну, какой-то... В какой-то степени могу, но в то же время и без руководителя, без этого, это будет сложно все равно. коллективно все равно это все приходит. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok